Добрый день, коллеги! Мы начинаем наш вебинар, который называется «Сам себе программист. Концепция нулевого кодирования в помощь преподавателю и организатору». Сама по себе концепция нулевого кодирования чисто исторически возникала не сразу и не единым шагом. Это просто магистральный путь развития информационных систем, который сначала шел от ручного кодирования к алгоритмическим языкам, потом от алгоритмических языков к языкам сверхвысокого уровня, далее к алгоритмам, которые настраиваются просто системой настроек каких-то, к интеграции и так далее. И, в конце концов, приходит к концепции, когда человек, который хочет что-то реализовать, достаточно сложное при этом, традиционно требующее большое количество программирования, методом сложных, ну, сложных я имею в виду многообразных и разносторонних настроек, интеграции и коннектов каких-то систем друг с другом, создает сложный информационный продукт без единой строчки кода. Вот, вот сейчас мы с вами обсудим, какие из этих способов нам доступны по частям или в комплексе, какие программные средства или интернет-сервисы нам в этом могут помочь, ну и немножко поговорим вообще о самой концепции. Я хотел бы представить вам свой курс, который начнется 19 марта. Это наш совместный курс с компанией Ракурс, который традиционно уже проводится, если не изменяет память, восьмой или девятый год. Вот, называется он «Профессиональная разработка электронного контента», и в этом курсе, в частности, я затрону те программные средства и сервисы, о которых сегодня буду говорить. Курс можете посмотреть, вот ссылка наверху располагается, это мой лендинг подробный, либо можете перейти сразу на страницу ракурса, где у вас будет возможность зарегистрироваться по кнопке и далее уже принять участие в курсе. Достаточно большой курс, 12-ти вебинарный, полтора месяца, шесть недель, вот, ну и достаточно подробный. Ну и давайте пройдемся по тому плану, который я составил для сегодняшнего вебинара. Сначала мы с вами поговорим на тему, что в конечном итоге важнее, умение кодировать или алгоритмическое мышление. Рассмотрим это на примерах. Поговорим о том, как строить контент, используя большое количество профессионального труда, которое уже вложено в некоторые структуры, которые мы можем использовать. Поговорим о том, что такое качественный контентный шаблон, то есть что мы хотели бы использовать для создания сложных информационных систем, а что, может быть, нам не так подходит. Поговорим о видах, видов шаблонов, о шаблонах формы, шаблонов структуры, шаблонов процессов. Как видим, это совершенно разные информационные сущности. Одни управляют визуальным качеством того информационного продукта, который мы хотим создать. Вторые структурным качеством и третьи, собственно, процессом. Ну и, наконец, в конце посмотрим, какие сервисы и программные комплексы мы можем использовать для того, чтобы использовать эту идею нулевого кодирования. Ну, давайте начнем с первого нашего вопроса. И мой любимый кадр, я его не первый раз использую, возможно, кто-то из вас его уже видел. Может быть, кто-то даже был в Кижих и видел этот замечательный храм деревянный. И вот легенда называет одного из мастеров Нестора, который закончил работу, закинул топор в Онежское озеро со словами не было никогда, такой никогда и более не будет. Что это олицетворяет? Это в моей концепции сегодняшней это олицетворяет мастерство. То есть человек, который руками может сделать нечто совершенное. Вроде бы это и должно быть магистральным путем развития. Мы просто воспитываем больше мастеров, и они нам делают больше уникальных, супер качественных продуктов. Но, к сожалению, так это не работает. Точнее, это работает только в ограниченном масштабе, потому что мастеров не может быть много. Мастерство граничит с искусством. И это касается и программирования тоже. Мастера малочисленные, дорогие. Они всегда загружены работой. Поэтому нам, если мы исповедуем такую концепцию, то нам всегда приходится нанимать не мастеров, или мастеров второго ряда, или подмастерей, или людей, которые себя называют мастерами, на самом деле не очень хорошо могут это сделать. Таким образом, если мы опираемся исключительно на ту работу, которая зависит от людей, и которая с самого начала до самого конца должна сделать их умом и их руками, то мы очень сильно рискуем. Поэтому мы должны создать систему, которая устойчива к среднему исполнителю. позволяет массово производить качественные продукты. Возможно, не такие качественные. Возможно, не уникальные. Но качество которых нас вполне устраивает. Вполне устраивает наших клиентов. Ну и которые качественны по объективным критериям. Собственно, весь XIX и XX век ушел на то, чтобы эту концепцию воплотить в промышленность. Мы знаем, что система стандартизации вся, собственно, на этом и построена. Что надо не детальки друг к другу подгонять, а делать просто их стандартного размера, стандартными посадками, и тогда все качество будет обеспечено. В программировании все было не так просто. Мы шли тернистыми путями, но в конце концов приходим примерно к тому же самому. Ну вот давайте вспомним историю уже, наверное, где-то 50-летней давности или, может быть, даже больше. Было время, когда те люди, которые создавали саму отрасль программирования, писали даже не на ассембле, как это слева показано, да, на рисуночке, а сразу машинными кодами. Соответственно, эти программы не могли быть сложными достаточно, потому что масса энергии, ума, вот разума шла на то, чтобы не совершить мельчайшую ошибку в какой-нибудь операции. Взять значение переменной из совершенно определенной ячейки, а не из соседней. В это время было невозможно думать о каких-то крупных системах, потому что все внимание уходило на то, чтобы не совершить мелкую ошибку. Соответственно, программы были очень компактные, правда, при известном навыке они были чрезвычайно эффективны. Следующим огромным языком явилось создание языков высокого уровня. Вот справа мы видим кусочек листинга на программе C или C++. Вот, как всегда, первое Hello World, самая первая программа, которую пишет программист на каком-нибудь языке. А вот это C++, это не C, а C++, насколько я вижу. Вот это огромный шаг вперед был. Откуда этот шаг был сделан? Почему? Да потому что специальная программа Компилятор, она совершает огромное количество огромное количество банальных действий, переводя логику алгоритма уже в конкретные машинные коды. Но, как оказалось, даже на языках высокого уровня способны писать не все, отнюдь. А большая часть людей, она не способна этим заниматься, и современные программисты все равно занимают какие-то доли процента от всех людей, которые существуют и что-то делают. Ну и давайте вспомним одну из первых таких проб повысить насыщенность программ путем упрощения. Это станок Жаккарда, или Жаккара, точнее, да, который позволял, произвел революцию в качестве и стало возможно сложные рисунки ткать просто по вот такой вот длинной перфокарте, которая программировалась, а совсем не путем многих тысяч ручных действий, которые надо делать в соответствии с программой, которая у тебя в голове. Вот. Ну и мы сразу перешли к массовым продуктам, повысили эффективность труда, смогли организовать массовое производство, сократили количество ошибок, потому что программу, даже вот такую на перфокарте, достаточно один раз отладить, и после этого она будет работать уже безошибочно, ну если только не порвется перфокарта. Ну и освободив мозг от монотонных операций мозг и руки, мы можем перейти к созданию принципиально новых продуктов на новом уровне сложности. Вот это все то, о чем мы сегодня с вами будем и говорить. Ну давайте придем к нашей современности и рассмотрим те информационные системы, которые нам позволят производить то же самое, только на более высоком уровне. Более высокий уровень для нас заключается в следующем. Мы авторы, например, учебного контента, либо даже более того, мы авторы каких-то бизнес-процессов учебных или околоучебных. Вот, и мы хотим убрать из этих процессов или из этого контента лишнее, лишние затраты, затраты, связанные с высококачественным и ресурсоемким трудом и перейти к какой-то автоматизации. Вот, традиционный процесс в данном случае заключается в том, особенно, если это крупная корпорация, что берется в лучшем случае некий набор информационных продуктов и делается интеграция посредством группы программистов, которая пишет, собственно, эту интеграцию и создает комплекс большой, неповоротливый, но выполняющий какие-то сложные функции, которые нужны этой компании. однако мы все чаще сталкиваемся, что многие процессы, многие интеграции и многие процессы между этими интеграциями, то есть сущностные какие-то процессы, мы можем делать при помощи каких-то информационных систем, которые полностью покрывают какой-то кусок необходимой работы для нас. Ну вот, я хотел бы привести в пример вот такой очень высокоуровневый продукт, как система GlideApps. Вот она. Перейдите, можете посмотреть. Это интернет-сервис, который позволяет делать приложение для смартфона. Вот. Это вообще очень круто, потому что если вы закажете приложение для смартфона группе программистов и произвольным образом напишете техническое задание, для вас это может вылиться в сотни тысяч рублей, если не миллионы, и в полгода работы, после которой возможно вы от этого приложения откажетесь, потому что не такое, как вы хотели. Приложение GlideApps путем сокращения общего общей области этих онлайн, прошу прощения, приложений для смартфона позволяет вот в этой сокращенной области делать такие приложения буквально за несколько часов на основании данных, которые лежат, например, в Google таблице, вот внизу приведен такой пример. Ну и получается вот такое продвинутое приложение, здесь оно показано в центре, и на этом слайде вы видите процесс настройки этого сетевого приложения, где слева большие крупные настройки, структурные настройки, справа настройки внешнего вида. Вот. Эти настройки чрезвычайно продвинутые, в них можно, ну, это приложение как Photoshop, да, его можно изучать, изучать, и все какие-то останутся неизведанные кусочки, да. Но, тем не менее, первый результат можно получить, вот, если вы с нуля смотрите, вот, за пару часов или за полдня, вот, и это будет уже приличный результат. Это будет результат визуально достаточно качественный, функционально доступный, то есть, это уже будет приложение, которое ваши клиенты могут использовать, например, при помощи вот такого кода. кстати, если хотите, кто-то из вас может навести свой телефон на этот QR-код скачать это приложение себе, ну, потом можете, оно базовое, это приложение, кстати, делается на моем курсе в качестве домашнего задания, вот такое вот. Это расписание, в данном случае это расписание вебинаров Директ Академии, ну, не настоящие, не то, которое вот сейчас проходит, да, а то, которое могло бы быть вот 19-20-й год, 21-й, вот, ну, я надеюсь, что кто хотел уже смог на него посмотреть, вот это то, что получено буквально после пару часов настроек каких-то, да, вот, при этом в себя оно включает, ну, а огромный айсберг, да, нижняя часть айсберга составляет тот код, который был написан до вас. Вы, по сути дела, только внесли свой собственный контент, проструктурировали его тем способом, который совместим с данным приложением и настроили его так, чтобы он был, смотрелся красиво и выполнял ваши, ваши функции. Например, вел на регистрацию вебинара в нужном месте, в нужном месте показывал бы ролик, запись вебинара и так далее. Вот. Вот создание таких насыщенных онлайн-сервисов или приложений, это как раз, собственно, и есть тот самый ноу-код, о котором мы говорим. то есть вы не затратили ни грамма кода, то есть ни строчки кода не написали, а выдали, по сути дела, приложение, которое содержит в себе, ну, наверное, тысячи строк. Эти тысячи строк, они для вас останутся где-то за кадром, тем более за кадром они останутся у ваших клиентов, но они есть, это реальные строки, которые работают у вас на смартфоне. Да, ну, вот то же самое приложение и как оно выглядит, вот тут есть некий список, при нажатии на этот список образуется еще одна страничка с уточнением, вот, дальше можно нажать на кнопочку регистрироваться и так далее. А внизу иногда есть ролик, если этот вебинар уже проведен, то соответственно ролик. Вот, это, конечно, модельное такое, некое модельное приложение, реальное, желательно было бы снабдить еще некоторыми функциями, да, вот, но я вот все, никак не решусь на самом деле такое приложение сделать реально для нашего Директ Академии, но возможно было бы интересно. Да, что самое интересное, оно, это приложение, оно автоматически учитывает новые данные, то есть, если в исходной таблице вы добавили какой-то вебинар, между вебинаром 12 и вебинаром 13 добавили какой-то вебинар, то он же у всех людей, которые это приложение скачали, он через некоторое время этот вебинар тоже появится в их приложении, то есть, тут не надо каждый раз это приложение перезаписывать и переустанавливать, как только поменялись данные, вот, то есть, нормальное рабочее приложение на твердую четверку с плюсом как минимум. Сравните, да, несколько месяцев работы программистов, причем команды скорее всего, и два часа, которые потратите вы лично. Ну, собственно, начать мы можем с более простого примера. Все мы в резюме пишем, как правило, то, что мы опытные пользователи Excel, но, наверное, 90% реально опытными пользователями не является, а работает с таблицей, с числами, в любом, в лучшем случае применяет операции суммирования и так далее. Однако, даже на уровне Excel можно сделать достаточно серьезную автоматизацию. Ну, вот, в частности, у нас в Директ Академии мы активно используем Google таблицы, об этом чуть позже, да, но у нас один процесс, он завязан на достаточно сложную таблицу, Excel, который генерирует для нас разные виды контента. То есть, у нас есть базовые типы контента, это название вебинаров, описание вебинаров, ссылки и даты, ну, еще несколько параметров. И на их основе мы генерируем контент для социальных сетей, для, вот сюда, для чата вебинаров, для сайта нашего и так далее, и так далее. Вот, просто генерируется некоторый код, иногда ищите мейл-код, иногда просто последовательность контента, вот, которая нам позволяет реализовать наши вот эти вот бизнес-процессы. Это на самом деле вот как бы во всю самые натуральные процессы обучения, то есть не процесс непосредственно обучения, а организационный процесс, маркетинговый процесс обучения, и все это делается, да, рассылки, кстати, тоже, да, все это делается при помощи вот такой вот автоматизации, которая нам позволяет экономить, ну, там, наверное 70% нашего труда, потому что если бы каждый раз это пришлось бы делать руками, то мы бы тем коллективам, которые у нас с этим просто не справились. Вот, ну, это, наверное, простая, да, и, кстати, тут нет никаких даже макросов, никаких Visual Basic, да, все сделано на уровне функции Excel, то есть на таком достаточно элементарном уровне, конечно, там написание функции Excel, можно в какой-то степени считать программирование, но я бы так, в общем, на самом деле это не назвал бы программированием, это более, или если это даже и программирование, такая очень-очень light версия программирования. гугл-таблицы. Вы знаете, долгое время существовала такая, особенно среди тех, кто Excel таки освоил, существовало такое представление, что гугл-таблицы это такой, ну, простенький или испорченный Excel, испорченный, потому что в нем нельзя организовать некоторые такие сложные функции красивости некоторые, которые в Excel есть. На самом деле путь в ноу-код часто идет через осознание того факта, что гугл-таблица это не испорченный Excel, а совершенно замечательный инструмент, который обладает, несмотря на то, что является таблицей, Excel-подобной таблицей, обладает массой дополнительных свойств, которые Excel-ю не свойственны, которые позволяют нам его использовать не только как для хранения и переработки данных, а не только для того, чтобы подключить удаленных работников, работников, что само по себе тоже революционный шаг. То есть у нас, например, команда реализована в разных городах, работают люди, не говоря уже об авторах, которые по всей территории бывшего СССР расположены. И работая через гугл-таблицы, мы просто работаем как единая команда, находясь на расстоянии тысяч километров друг от друга. Но это само по себе чудо. Хотя то чудо, к которому мы привыкли. Но немногие понимают, что гугл-таблицы это универсальный интегратор. То есть это универсальное хранилище данных, в которое кто-то что-то кладет и кто-то забирает. под под этим кто-то я подразумеваю какая-то информационная система. В том числе может быть и человек, который руками кладет или руками забирает. Но это частный случай, потому что вообще говоря, может быть не человек, класть может не человек и забирать может не человек. Свою такую функцию гугл-таблицы получила во-первых из-за распространенности, во-вторых видимо из-за того, что гугл придумал удобные средства интеграции, которые позволяют легко положить и легко взять для тех информационных систем, которые пытаются через него работать. Вот. поэтому когда мы начнем изучать конкретные приложения, которые что-то делают, например, визуализируют или что-то другое делают с данными, мы увидим, что как правило гугл-таблицы, ну, не как правило, но может быть в 50% случаев гугл-таблицы будут являться тем исходным материалом, где нам будет, куда мы должны будем положить исходные данные. И это очень удобно, это на самом деле целая революция, которая нам вот этот ноу-код обеспечивает. Дело в том, что ситуация, когда интернет-сервис был замкнут сам на себя, то есть вы его, да, он мог делать какую-то красивую визуализацию или другую работу, но на входе нас встречала интерфейс, который предлагал нам совершить тысячу операций по введению данных в какие-то формы его собственные. Это был один путь и некоторые сервисы до сих пор так работают. Совсем другое, когда на входе выберется таблицу и эта таблица может любыми способами пополняться, ваш сервис будет эту таблицу визуализировать или что-то другое с ней делать. Это совершенно новый уровень интеграции, он сразу эту интеграцию поднимает на профессиональный уровень, и здесь мы уже сталкиваемся с этой концепцией но-код прямо один в один. Кроме интеграции через какой-то интегратор или коннектор, инструменты, которые становятся достаточно популярными и насыщенными, имеют целый ряд прямых интеграций с другими инструментами, которые тоже являются популярными и достаточно важными функционально. В качестве такой интеграции я приведу пример сервиса Tilda, это конструктор сайтов, который позволяет на уровне сервиса приема форм связаться с несколькими десятками других известных сервисов, сервисов или программ. Например, данные форм могут быть в простейшем случае посланы на ваш e-mail, могут быть посланы опять же, давайте порисую здесь, в ту же Google табличку, могут быть брошены в Instagram, в Trello, в разные CRM системы, в сервисы рассылок, например, в какой-нибудь Unisender, которым мы пользуемся, то есть сразу эта форма может быть присоединена к списку рассылки Unisender прозрачно от вас, то есть вы об этом можете не знать, ну, то есть не контролировать каждый новый контакт, который пришел в вашу систему рассылки после заполнения соответствующей формы, вот, и вот таких, как я сказал, несколько десятков коннекторов есть, ну, другой пример, это, может быть, уже не совсем для нас актуальный Microsoft Teams, тут тоже есть целая куча различных интеграций, ну, вы много где можете увидеть такие интеграции сейчас, либо посредством прямой связи, либо в более простом случае посредством каких-то файлов, вот, опять же, либо при помощи таблиц, Google таблиц или Excel, там, и так далее, то есть стандартных интеграций без привлечения программистов и каких-то API достаточное количество уже, и человек, который конструирует бизнес-процесс, ну, в нашем случае, может быть, это бизнес-процесс образовательный, он вполне себе может сам, не будучи программистом, это все сконструировать. Ну, в идеальном случае не всегда получается, но вот так вот. Я вам категорически советую прочесть вот эту статью в блоге в Астрика, ну, это такой программист, который часто пишет, вот он там пишет как раз про концепцию NoCode, это статья примерно четырехлетней давности, может быть, чуть меньше, трех с половиной, четырехлетней, вот, и там все очень хорошо расписано, и в том числе на уровне самого принципа NoCode. И он там выдвинул одну идею о том, что, конечно, само по себе провозглашение этой концепции NoCode может казаться слишком заманчивым, в том смысле, что, ну, раз здесь не надо программирования, то это могут все. Но он говорит, на самом деле это действительно очень важная концепция, но она всего лишь добавляет один процент. То есть он, по его мнению, программировать, в смысле кодировать, умеет примерно один процент всех людей. Но еще примерно один процент не могут кодировать, но при этом обладают алгоритмическим мышлением. То есть они могут мыслить процессы операциями, разбивая их на операции, создавая из них некоторые посредством некоторых алгоритмов, которые есть у них в голове, создавая законченные процессы. Вот. Я думаю, что с той поры прошло некоторое время, и мы смело можем здесь написать вместо одного процесса процента, пять процентов как минимум. Я очень рассчитываю, что те, кто сегодня пришел на наш вебинар, вполне себе в эти пять процентов входят. Ну, с учетом образовательного ценза, с учетом области, в которой вы работаете и так далее. Вот. То есть думать надо. Никто вас не освобождает от того, чтобы мыслить, от того, чтобы вот эти процессы продумывать, совершенствовать и каким-то образом воплощать. Но сам инструмент у вас становится из, ну, условно говоря, из лопаты становится экскаватором. Вот. Ну, или вместо мастерка вы оперируете и кирпичи. Вы оперируете теперь большими блоками, которые надо уложить и создать из них какой-то дом. Но план дома у вас все равно должен быть. Вот. Поэтому это не все сто процентов людей могут способны использовать это ноу-код. Итак, очень вас призываю к тому, чтобы потратить двадцать минут и почитать вот эту вот статью в блоге. она очень многие вещи ставит на свое место. Ну, дальше мы продолжим эти размышления по поводу стоять на плечах гигантов. Помните, это выражение, которое приписывают то ли Ньютону, то ли Гуку, то ли кому-то еще из более ранних послителей, который сказал, что все, что я достиг, я достиг только потому, что стоял на плечах гигантов. Ну, сам будучи гением, да, тем не менее, без, если бы не стоял на плечах гигантов, то ничего бы и не сделал. Для нас это актуально гораздо в большей степени, чем для Ньютона, вот, потому что не все мы такие гении, как он, и, соответственно, выбрать те плечи, на которых мы будем стоять, очень важно. И главное, чтобы это были плечи именно гигантов, а не кого-то, кто нас не выдержит, да. Вот. Ну, вот я тут привожу пример одного из сервисов визуализации, который сам очень люблю, это сервис Flourish. Вы видите тут наличие только небольшого количества шаблонов, из тех, которыми он обладает, сервис визуализации, шаблонов визуализации, еще их, наверное, пять или десять раз, постолько, как здесь вот нарисовано на слайде. Вот. Каждый из этих шаблонов представляет собой сильно продуманную и с огромным количеством настроек систему, при этом достаточно простую в понимании, вот, требующую, ну, опять же, нескольких часов того, чтобы разобраться, и после этого у вас эти визуализации будут отлетать, можно сказать, как горячие пирожки. Вот. И, ну, это вот пример такого гиганта, на плечах которого не стыдно стоять, потому что там просто гигантский труд затрачен на то, чтобы это все сделал. Сделать это прежде всего труд, конечно, программистов, во-вторых, это труд дизайнеров, я бы сказал, что это один из первых таких сугубо дизайнерских сервисов, которые, визуализации которого, ну, реально очень красивы. Вот. Ну, и давайте посмотрим, вот, например, пример одной из самых сложных визуализаций, которые я сделал, она и динамическая, и одновременно много аспектная. Это диаграмма, я забыл, как точно она называется по имени ее создателя, но, по сути дела, это пузырьковая диаграмма, движущаяся во времени. В этой пузырьковой диаграмме мало того, что есть две оси, и эти оси не совпадают со временем, это две какие-то оси. В данном случае, это анализ ковида по странам, начало эпидемии, и вот тут страны, разные страны, разными пузырьками, по вертикали количество умерших, по горизонтали количество заболевших, величина пузырька это удельная смертность, цвет пузыря это некий индекс безопасности здоровья присвоенный стране не в связи с этой эпидемией, а просто по совокупности признаков ВОЗ организации здравоохранения. Ну и еще есть, собственно, само время при нажатии на вот красный треугольничек это все запускается и начинает жить эти пузырьки, начинает выплывать снизу, расти наверх, надуваться и так далее. Вот это все сделано при помощи этого сервиса Flourish. Это заняло некоторое время, но большинство, большую часть этого времени она ушла на то, чтобы поработать с данными, а не, собственно, на настройки. Вот. Да. Ну и вот давайте все-таки рассмотрим, а какой шаблон можно считать качественным. Ну, я вот считаю, что это вот такие вот характеристики должны быть у этого шаблона. Во-первых, он должен быть эстетичным, то есть он должен быть нормально прорисованным и на него должно быть нормально смотреть. Особенно это касается систем визуализации, разумеется, потому что для них визуальность это и есть конечный результат. Ну и для других систем, которые содержат в себе визуальный компонент, а сами для другого чего-то предназначены, это тоже важно. Потому что любая неэстетичность, она убивает процесс. Ну, наемных сотрудников еще можно заставить с неэстетичным продуктом работать, а клиентов, которые нам деньги платят, ну, совершенно невозможно. дальше этот, ну, вот, это важно для нас, для преподавателей, такой контент должен реализовывать объясняющую силу визуальности. То есть воплощать себе, ну, не просто красивость какие-то, листочки нарисованы, там, еще чего-то, там, в стиле модерн, например, да, воплощать себе какие-то идеи, то есть эти шаблоны должны в себе воплощать идеи, объясняющие идеи некоторые, которые посредством визуальности лучше, лучше доходят до людей. Качественная компоновка элементов. Ну, понятно, что структурное качество тоже важно, то есть важно, чтобы все элементы этой картинки были бы подогнаны друг по другу достаточно хорошо. Встроенная интерактивность. Ну, разумеется, если мы говорим о программных продуктах, о каких-то информационных системах, то есть мы работаем с компьютерами, у которых есть мониторы и так далее, мышки, то делать просто картинку, как для газеты или журнала, не имеет смысла, нужна обязательная интерактивность, которая позволит нам, в зависимости от того, на что мы нажмем, выделить тот или иной элемент этой картинки и его, чтобы он был более понятен. Богатство настроек, ну, реальные шаблоны должны обладать, чтобы создавать качественные продукты конечные, у нас должно быть много настроек, потому что иначе мы, ну, просто не поместим свои данные в некий шаблон, как бы разнообразные шаблоны не были. Разнообразие данных, которые мы пытаемся в них пикнуть, гораздо больше, поэтому требуется еще до настройки, чтобы делать эти настройки, нужно иметь богатство этих настройок. Подстройка под структуру контента, ну, вот это не всегда возможно, но во многих современных инструментах это есть. То есть ваш инструмент, он пытается понять изначально, что же ваш, что же ваши данные, что вы хотели сказать этими данными, и, быть может, предложить вам некие различия в визуализации в зависимости от того, какие данные вы в него положили. Ну, или уж точно он должен позволить вам самому показать, что в ваших данных имеет какой смысл, какой структурный смысл. Сейчас мы с этим, я вам покажу это, как это работает в том же Flourish. Ну, и удобство интерфейса при использовании шаблона. Понятно, да, что если у нас есть вот эти вот богатые настройки, то без вот этого эти богатые настройки не работают. То есть, если интерфейс нелогичный, неудобный, то вы в этом богатстве настроек просто сразу умрете и ничего не сможете сделать. Так что вот это вот работает на пару все, вот, и одно от другого очень сильно зависит. давайте рассмотрим разные виды шаблонов, которые нам позволяют сделать разные. Вот на примере того же Flourish так выглядит настройка формы, ну, или настройка самой визуализации. То есть, когда вы уже погрузили какие-то данные и их структурировали, то ваша последняя настройка это настройка внешнего вида. На самом деле на этот этап, ну, конечно, нам для того, чтобы это все понять, хорошо бы было это все разделить на категории, да, что я сейчас и делаю. Настройка внешнего вида, настройка процесса, процессов, настройка структуры, но в реальности границы размыты, да, и вот, например, настраивая внешний вид, вы все равно поднастраиваете еще и структуру тоже этого внешнего вида. Вот здесь располагается у нас все это богатство настроек. Как видим, оно у нас заключено в такие вкладки, вот одна из вкладок открыта, остальные все закрытые вкладки пока, вот эти. Ну, и здесь открываются какие-то настройки, если очень частно, они еще и многоуровневые, то есть идут какое-то, сначала вам предлагают какой-то строгий набор настроек простых, и внизу какая-нибудь, ну, здесь нет, но бывает, как правило, внизу какая-то кнопка custom, то есть более точные настройки, и под ней там открывается такой целый ад настроек, еще там несколько десятков, где можно уже точно-точно все подогнать, вот, и таких вот 15, например, вкладок разных. Вот, впрочем, это поначалу только кажется сложным, потому что начиная разные настройки делать, разные шаблоны использовать, вы понимаете, что все это работает примерно одинаково. Везде есть хедер и футер, то есть заголовок и подвал, везде есть настройка цветов, везде есть там какие-то еще другие настройки, очень похожие, все это очень похоже. Вот, поэтому несмотря на то, что на первый раз это кажется очень сложным, после освоения хотя бы одного шаблона дальше все идет гораздо быстрее. а вот тот же самый шаблон, но другая его часть, если вы помните, вот здесь у нас была включена вкладка превью, а вот здесь у нас включена вкладка, которая называется дата, данные, здесь мы загружаем наши данные, и что очень важно, здесь мы их структурируем, то есть наши данные, которые мы берем из таблицы, вот, они для того, чтобы их визуализировать, еще надо знать, столбец что из себя представляет, да, то есть, например, вот этот столбец, он, это категориальный параметр, вот этот столбец, это числовой параметр, вот этот столбец передает географические данные, и так далее, все это надо знать шаблону для того, чтобы понять, как это все визуализировать, потому что разные виды данных, они визуализируются по-разному, ну, например, географические данные, они визуализируются на карте, а там категориальные могут как-то, например, набором цветов визуализироваться, а числовые, например, непрерывным цветом могут визуализироваться, или размером шарика, как-то вот так, вот, то есть, вот вам пример достаточно продвинутого, структурного шаблона, который отвечает за структуру. В данном случае вот эта базовая настройка, и здесь мы пишем имена столбцов, приписывая их некоторым там категориальное, цифровой параметр, географический параметр, и так далее. Далее, шаблоны процессов это, пожалуй, самое сложное, и тут я хотел бы вам показать, ну, один из самых простых процессов. Да, ну, конечно, в обучении всегда можно было сказать, что один из таких самых распространенных процессов это, например, тестирование и сослаться на какие-нибудь тестовые движки, с которыми вы уже встречались. Ну, я другой, более простой случай покажу вам из образовательного маркетинга, это просто заполнение формы. Заполнение формы и передача ее на приемник данных это типовой процесс обучения, потому что вы записываетесь на вебинар, записываетесь на курс, всегда сначала заполняете какую-то такую анкетку, и после нажимаете отправить данные и все это уходит куда надо и что-то случается после этого. Например, если вы покупаете курс, информация поступает менеджеру по продажам, ну, если только вы не автоматически за него платите, менеджеру по продажам она вам перезванивает, выставляет счет и так далее. А с вебинарой попроще, сразу вебинарная система вам присылает ссылку. Вот, вот в стиле, например, есть конструктор форм. Это очень удобно, потому что само по себе создание формы традиционно это такой достаточно программистский путь, то есть там существенно, так как это процесс, да, то существенно участие в нем кода какого-то. Но в тильзе это все можно делать автоматически, ну, как автоматически, полуавтоматически, то есть ручками это все размечать, дальше выбираешь приемник, я, например, в качестве приемника очень люблю применять ту же Google табличку и все, тебе туда валятся все все твои формы, все автоматизация создана, собственно. Ну, по этому поводу я уже говорил, не буду повторяться, то, что Google таблица это универсальный интегратор, универсальный приемник и универсальный передатчик. вот на на примере формы я вам показал, что это может быть универсальным приемником, ну, а универсальный передатчик это в гораздо большем количестве примеров можно показать, вот, например, один из примеров это наше наше расписание вебинаров, вот так оно технологически выглядит, как вот такая вот Google табличка, визуально, да, можете эту табличку посмотреть, она доступна для чтения, а вот так она выглядит в виде оси времени, это расписание, которое можно вот сегодняшний вебинар, да, расписание, которое можно листать, которое можно просматривать, если это уже вебинар, который прошел, смотреть запись, можно регистрироваться, если это вебинар, который еще не прошел, на оси времени перемещаться куда угодно, не только вперед-назад, но и я здесь не скопировал, тут еще внизу есть элемент таблицы времени, вот такой, где все это отмечено на календаре, тут можно тыкать непосредственно в какие-то события, которые произойдут нескоро, ну, вот вам пример передачи, уже передачи не приема, а передачи данных, и таких примеров очень много, особенно в области визуализации, вот, вот вам пример как бы использования Google таблицы, еще раз, как бы обращаю ваше внимание, если вы на этот инструмент не обращали внимания, обратите, пожалуйста, это очень важно. Ну, и еще один интегратор, это не столько интегратор, сколько коннектор, система, специальная система NoCode, которая называется Zapier, система, условно говоря, это такой универсальный универсальный коннектор, другими словами, это система, которая может в кавычках откуда данные откуда угодно взять и куда угодно положить, потому что коннектор на Zapier есть очень в многих системах, ну, например, взять данные из вашей Excel-таблички и положить куда-нибудь в Google-табличку может быть даже чужую, который разрешил это сделать, а оттуда она пойдет дальше на визуализацию куда-нибудь, ну, или так далее, таких пар можно придумать очень много, вот сам сервис наверху к нему изучайте, а снизу небольшой хелпик, который есть в Tilde, Tilde как раз с Zapier тоже интегрируется, и вот там здесь вы можете почитать информацию о том, как это все работает. Ну, и обобщая, хотел бы нарисовать, как идеально выглядит система, которая вся работает на ноу-коде, там, редко мы, конечно, пока такое можем встретить, не все еще подвластно нам, да, но было бы хорошо, если так. Во-первых, у нас есть какая-то задача интегрированная, сложная, да, со входом и выходом, где от входа до выхода должно выполнить некоторое количество операций, вот, эти операции выполняют три информационные системы, каждая из которых сама по себе при помощи ноу-кода, например, такая, как Flowrish, да, но Flowrish, скорее всего, на выходе будет стоять, имеют массу настроек, которые позволяют нам без программирования выполнить то, что нам надо, ну, и между этими системами существуют какие-то связи, которые в идеале тоже выполняются посредством ноу-кода, либо посредством той интеграции, которые встроены в эти системы, либо посредством специальных интеграторов, таких, как Google-таблицы или Zapier или еще что-то, вот, ну, и вот так, такую систему мы предлагаем вместо глубокой интеграции, которая обычно осуществляется группой программистов, да, от этой группы программистов постоянно зависит, потому что постоянно надо что-то допиливать, вот, ну, и видим здесь профит, связанный с тем, что мы тратим небольшое количество нашего времени, мы, как владельцы этого процесса, вот что важно, да, мы кровно заинтересованы в этом процессе, мы этот процесс знаем лучше, чем кто-либо другой, и мы же реализуем этот процесс посредством вот этих вот интеграций и информационных систем, вот что важно, да, то есть то, что мы авторы, и мы же и реализаторы, вот что позволяет системы NoCode. Ну, и давайте последнее пройдемся по тем системам, которые, разумеется, не по всем системам NoCode, их сотни, да, а по тем, которые я, собственно, хорошо знаю и предлагаю в своем курсе. Вот вот такие вот системы я использую и вам предлагаю. Одна из самых простых это система WordArt, а давайте, собственно, каждый из них имеет свой слайд, поэтому покажу. Система WordArt это система визуализации, тоже с богатыми настройками достаточно, на вход имеет текст, на выходе имеет облако тегов, применимость у нее такая, если мы хотим быстро показать содержимое объемного тема, текста, самые важные его параметры, самые важные ключевые слова, то мы можем использовать вот это. Может применяться в продажах, в онлайн курсах, ну и во многих других местах для маркетинга в частности. Сервис таймлайнов, таймлайн JS, я вам его уже показывал, да, на примере нашего расписания вебинаров в Директ Академии, ну, конечно, применимость гораздо больше и в качестве учебных материалов прежде всего, и в качестве разного рода расписаний тоже. Вот, работает на вход, принимает Google табличку, так что вот вполне соответствует нашим критериям NoCode. Сервис интерактивных путешествий StoryMap это от той же самой группы NeedLab, система, которая делает путешествия по карте либо по большому гигапиксельному изображению, к сожалению, не берет данные из таблицы, ее надо по старинке заполнять из ее собственного интерфейса, ну, там есть особенности, которые, вот, из-за которых это происходит. Вот, но зато замечательные визуализации можно строить на основе этого инструмента, и он тоже бесплатный. Сервис карта, а также другой сервис попроще, который называется Geocode. Вот, сервисы картографические, они уже работают на основе табличек данных, можно описывать карты с объектами, формы и цвета и прочие характеристики которых зависят от каких-то параметров. Очень тоже могучие приложения, которые я вам советую. GlideApps, об этом я уже с вами говорил, не буду повторяться, это одно из новейших приложений, включающих поэтому в себя такие новейшие концепции, которые делают приложения для смартфона. Camtasia это единственная программа, то есть приложение, а не сервис, вот, которую я использую в своем курсе. Привел ее в этом списке только потому, что в ней используется тоже, ну, это видеоредактор, да, в котором используется большое количество шаблонов данных, когда вы можете создавать ролики на основе подставленного контента и уже готового видеоряда. Сервис для создания инфографики Data Wrapper, второй замечательный сервис для создания инфографики. Первым я говорил, это Flourish, а второй это Data Wrapper. Они немножко отличаются по концепциям и у них немножко разные, они пересекаются, но у них немножко разные шаблоны, поэтому я вам предлагаю и тот, и другой, они и тот, и другой важны. Ну и наконец Flourish, о котором я уже говорил, повторяться не буду. Да, вот здесь можете посмотреть мою инфографику во Flourish примерно там трех-четырех летней давности, тоже посвященную ковиду, просто по ковиду было огромное количество данных, которые можно было использовать, агрегировать там и так далее. И вот такая инфографика родилась у меня в тот период. Ну и наконец Tilda Publishing, замечательный сервис российский, платный, правда, ну есть бесплатный тариф, но от него честно говоря мало пользы, вот, в котором можно делать полноценные страницы и даже целые сайты, и которые имеют целую кучу интеграций различных, да, вот, что крайне важно для того, чтобы не просто сделать сайт-картинку, да, сайт, который работает с какими-то данными, например, собирает формы, интегрирован с какими-то новостями, с какими-то системами, где досками какими-то и так далее, вот, очень вам рекомендую и сам работаю уже там сколько лет, 7-8 с Tilda. Ну вот, на этом все, напоминаю опять, что указанные программные комплексы вы сможете узнать на моем курсе, который вот здесь изображен. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я прошу вопросы задавать в чате, я вижу поднятые руки, но по моему опыту, как только мы начинаем включать камеру, оказывается, что там не все работает, и мы тратим время на то, чтобы на технические моменты, и это не всем удобно. Ну, либо можете писать мне лично, вот сюда. Так, я чувствую, я нагрузил вас информацией, и у вас даже ни вопросов, ни реплик нету. Пожалуйста. Мне очень хотелось бы надеяться, что то, о чем я говорил, оно станет вашими рабочими инструментами, если не все сразу, то хотя бы что-нибудь из этого, потому что, вот поверьте, я работал во многих компаниях и во многих вузах, те люди, которые понимают важность вот этой информационной культуры, они гораздо больше могут, и они обладают таким большим преимуществом перед остальными, что в общем-то ну всегда бывает на первых ролях. Я желаю вам в эту группу влиться. вопрос с оплатой более расширенных тарифов для зарубежных сервисов. На самом деле, вы знаете, я стараюсь использовать сервисы, которые в своем базовом варианте достаточно хороши. Вот, например, Flourish в своем базовом варианте достаточно хорош. У него, правда, он сейчас, правда, в последнее время только через VPN с нами работает, но зато там без денег все хорошо, там все нормально. Или, например, DataRapper это система, в которой базовый тариф замечательный, то есть очень хорош. Есть принципиально бесплатные приложения, тот же Timeline.js или StoryMap.js, они принципиально бесплатные. Единственное, куда хотелось бы потратить деньги, это, конечно, вот новая система искусственного интеллекта, чат GPT, четвертый, потому что с 3.5 можно работать бесплатно, хоть и по VPN, а вот с четверочкой нельзя, или MidJourney, вот, ну, я не решаю пока эти проблемы, решаются они через зарубежную карту. Вот, мне лень, честно говоря, туда пока лезть в это все. Ну, что ж, коллеги, Татьяна просила меня сначала сделать паузу для того, чтобы я завершил вебинар, а потом разместить информацию о покупке сертификата. Так и сделаю.